Правительство Ивановской области не согласно с отменой пригородных поездов. По инициативе РЖД с 10 сентября по понедельникам и средам будут отменены утренние и вечерние поезда по маршруту Иваново-Юрев-Польски. Связано это с задолженностью Северной пригородной компании, осуществляющей эти перевозки перед подразделением российских железных дорог. Задолженность образовалась из-за отсутствия компенсации со стороны Ивановской области. У компании есть обязательства по оплате аренды подвижного состава, аренды локомотивных бригад. Мы сейчас тоже находимся в такой ситуации, что мы не можем оплачивать договора по аренде. В связи с этим Северная железная дорога нам уже не может выдавать подвижной состав. Ввиду того, что у них не хватает денег на оплату локомотивных бригад и на осуществление плановых вилев ремонта. Северная пригородная пассажирская компания, осуществляющая перевозки по пригородным маршрутам, является дочерней организации РЖД. Ивановская область заключает с предприятием-перевозчиком в лице СППК договор. По сути, СППК арендует поезда у Северной железной дороги, а потом предоставляет свои услуги по перевозкам Ивановской области. В то же время регион ежегодно компенсирует компании ее затраты и СППК ликвидирует задолженность перед Северной железной дорогой, образующиеся из арендной платы за подвижный состав и зарплаты локомотивных бригад. На сегодняшний день по Ивановской области сложилась задолженность за организацию пригородного сообщения и перевозку пассажиров пригородного сообщения. За первое полугодие 2012 года сумма составляет более 35 миллионов. С Ивановской областью были запланированы деньги на погашение убытка. На сегодня они нам субсидировали 26 миллионов. Но этой суммы не хватает на стопроцентное покрытие убытка, с помощью Ивановской области. Названную сумму задолженности чиновники считают несоответствующей действительности, а приостановка движения поездов незаконной. За первое полугодие при возмещении убытка в сумме 26 миллионов рублей, по оценке правительства Ивановской области, фактические убытки ОАО СППК составили 35 миллионов рублей. А заявленная ОАО СППК сумма долга Ивановской области в размере 110 миллионов рублей ничем не подтверждена и не обоснована. Северная пригородная пассажирская компания, заявляя о сокращении количества рейсов пригородных пассажирских поездов по направлению Иваново-Юрьев-Польский без уведомления Комитета Ивановской области по транспорту и без внесения изменений в договор о возмещении убытков поступает некорректно. Тем не менее, представители СППК не видят в своих действиях ничего неправомерного и настаивают на погашении задолженности. Правительство Ивановской области считает наши действия незаконными, но в свою очередь хочу верить, что действия наши законны. Мы направили уведомление Ивановской области о внесении соответствующих изменений в договор на организацию транспортно-обслуженного населения, чтобы не выступать в одностороннем порядке. У жителей Ивановской области отмена поездов вызвала неоднозначную, но достаточно негативную реакцию. По предоставленной нам информации в понедельник состоится рабочая встреча между представителями правительства Ивановской области и руководителями СППК. По результатам беседы будет решаться вопрос о сроках выплаты дебиторской задолженности перед компанией-перевозчиком, а также возможные сроки восстановления маршрутной сетки. Велика вероятность, что в договор между СППК и правительством Ивановской области будут внесены серьезные изменения.